Серию новых банкнот представил Национальный банк. Презентация прошла на Конгрессе финансистов Алматы в рамках Дня нацвалюты. Новая серия основана на элементах сакского стиля и отражает наследие страны от уникальной культуры намада до современного Казахстана. На новой банкноте номиналом 500 тенге изображен архар, на тысячной купюре собаки пород тазе и алабай, на двухтысячный сайгак, пятитысячный беркут, на купюре номиналом 10 тысяч тенге барс, а на 20 тысяч лошадь. Первые в обращение поступят банкноты номиналом 5 тысяч тенге, остальные по мере изготовления. К слову, теперь казахстанцы могут пользоваться и цифровым тенге. Моя коллега Анара Нуртазина одной из первых ознакомилась с новыми финансовыми инструментами. Новая серия национальной валюты объединена одной концепцией. Банкноты посвящены сакскому звериному стилю. На них изображены лошадь, архар, беркут, барс, сайгак и собаки пород таза и алабай. Работая над дизайном, хотели отдать дань уважения предкам, говорят в Нацбанке. Мы с каждым годом идем и находим все больше и больше подтверждений о великой истории, о древности, о том, откуда берутся истоки, многих наших традиций. И сами элементы очень показательны. Поэтому национальный банк решил вынести их на поверхность и сделать это достоянием всех нас, казахстанцев. Десятитысячные купюры в обороте будут двух видов. Сегодня в день 30-летия тенге презентовали юбилейную банкноту. Эти произведения искусства, воплощенные в дизайне нацвалюты, выпускаются на банкнотной фабрике в Алматы. Наряду с наличными теперь казахстанцы смогут пользоваться и цифровым тенге. Проект в Казахстане пока запущен в пилотном тестовом режиме. На конгрессе финансистов Казахстана провели первую транзакцию с использованием новой формы валюты. Я решил приобрести кофе. Пошло. В цифровой тенге можно использовать онлайн через действующие банковские приложения, а также через платежную карту, смартфон или смарт-часы. Но главная особенность казахстанской третьей формы денег – расплатиться за те или иные услуги можно без доступа к интернету. Цифровую валюту при желании можно будет обналичить в любой точке мира в обычном банкомате. Сегодня пока новый финансовый инструмент внедрен в трех казахстанских банках. Мы проводим сейчас тестирование с фокус-группой. И полагаем, что в течение следующего полугода доступ к цифровому тенге появится у большинства граждан Республики Казахстан. Для этого им необходимо будет даже не ходить в банк, а посредством банковского приложения у них появится возможность открыть цифровой счет в цифровом тенге. Могут создать для него отдельную карту, могут не создавать, могут проводить операции посредством исключения только мобильного приложения. Развитием цифровой финансовой инфраструктуры будет заниматься национальная платежная корпорация. К слову, сегодня Национальный банк Казахстана находится в списке первых трех центробанков мира, участвующих в тестировании данной платформы. Это обязательство к Центральному банку, что гарантирует сохранность денежных средств граждан. Но с точки зрения технологии, там используется система блокчейн. Именно это позволяет нам сделать цифровые тенге умными. Что это означает? Что вы сможете программировать каждую цифровую тенге, например, под конкретную задачу. Представим себе, что вы родитель, который делится 10 тысячами тенге со своим ребенком, и вы не хотите, чтобы он покупал сигареты или алкоголь на них. Это цифровая тенге поможет сделать. Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года. В свой профессиональный праздник финансисты обсудили также актуальные вопросы в банковской сфере. Среди них возможности расширения кредитования казахстанцев, в том числе юридических лиц, и развитие макроэкономики. Анара Нуртазина, Осет Елимбаев, Астана Таймс, Алматы.